добрый день вы на канале 18 соток и сегодня я хочу рассказать как выращивать сверху острый перец в открытом грунте сегодня будем высаживать рассаду я расскажу вам чем подкармливать и чем укрывать чтобы она не погорела итак начинаем высаживать вот один из сортов это симпот браун сейчас конец мая хотя должен был быть высажен уже где-то числа наверно 10 мая мы высаживаем открытый грунт но так как в этом году весна такая что ночью то заморозки холодно так что пришлось его немножко немножко оставить право до доращивания чтобы он набрал следую массу как бы нужно сказать немножко перерос был он высеян 10 января а такой вот вот его корневая система если посмотреть как бы немножко корневая система переросла почему то что уже он должен был быть давным-давно высажен здесь очень мощная корневая система сейчас если его высадить он довольно быстро тронется в рост и на верстает упущены для удобрения я использую компост двухлетний вот он у меня просеянный через мелкое сито и добавляю залу 1 10 10 частей компоста и одну часть залы это одно из самых лучших удобрений какие-то существует минеральные удобрения я не применяю заранее подготовлены участок и будем высаживать я обрабатываю земля была мягкая чтобы не было комков ничего пока по небольшое углубление почве и добавляем компост добавили компост ставим все это щедро компост а так и все это присыпается и оставляется небольшой как бы углубление для полива вот что бывает с перцем если будет хорошо видно ведь он зарел это мы привезли вот он за два часа полностью листья по обсыпались а ночь постоял у нас а с утречка солнышко два часика и все и растения как видите листья побелели пожелтели все сейчас я начал отсыпаться хотя этот перец стоял на балконе не был не притянет ничего получали на его падали на его прямые солнечные лучи как бы привыкших солнцу ну например при прямых солнечных лучах он получает довольно серьезные ожоги все сверхострые сорта и сиди каротин надо обязательно притенять иначе вас она просто сгорит останутся одни палки расстояние между растениями должно быть где-то пределах 30 сантиметров 30-40 сантиметров между рядками это если вы сажаете один сорт должно быть где-то около 50 сантиметров если вы сажаете разные сорта 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 должен быть где-то на расстоянии не менее трех метров если вас участок очень маленький и вам вас нету места не негде сажать вы можете посадить хотя бы полтора метра должно быть друг от друга но при этом вы должны использовать агроволокно ставите дуги и каждый сорт друг от друга закрывается агроволокном агроволоком может быть либо применяться 14 и при этом и должны тогда пылять уже вручную прошло три недели после высадки в грунт вот такой вот перчик уже немножко подрос не замульчированный вот начинает пасынки пасынки надо обязательно удалять для чего удалять пасынки потому что это перец сверхострый кустарникового типа это вырастет громадный зеленый куст а так как у нас веетационный период довольно короткий кроме куста у вас ничего не будет не будет ни плодов ничего так что лучше конечно пасынки убирать чтобы он был в одну развилочку с верхней развилки можно получить до 40 до 50 плодов так что не стоит делать из него громадный куст все сверхострые сорта это многолетники они могут расти до 15 лет если в нормальные условия для них создать нормально пересаживать вовремя не давать корневой системой заполнять полностью емкость хорошо подкармливать давать им зимнее время освещения не давать зимой плодоносить эти растения вот прожить я живу до 15 лет так что выращивая у себя помните что это растение кустарникового типа и она может вырастать до метров в ширину и до полутора метров в высоту куст не требует формировки вам надо будет только удалять пасынки чтобы не был куст очень сильно большим это единственное что вы должны будете делать и по прошествию цветения когда завидаются вас плоды и растения начать плодоносить наберет определенное количество плодов надо будет удалять лишние цветы давая плодам до осени вызреть по прошествии полутора месяцев после высадки растения уже сформировала если посмотреть развилочку все что ниже развилки все листья должны удаляться даже пацаночки удаляться вот и начинает свести вот он зацветает и уже появились первые завязи один кустик вот второй начинает зацветать потихонечку и так почему перец сбрасывает цветы и завязи на это влияет очень много факторов во первых самый основной фактор это то что лето очень жаркая очень и пыльца при температуре свыше 30 градусов становится стерильной и цветы соответственно отпадает от нехватки полива это может быть от сухости воздуха если выращиваете в теплице или у себя дома воздух сухой и соответственно цветы и завязи начинает осыпаться хотя перцы эти все они сама опыляющиеся конечно желательно опыление проводить вручную лично я пользуюсь и счет дома выращиваю их я пользуюсь кисточкой обычный беличья кисточка для рисования и понадобится еще спирт 96 процентный для чего если у вас куст и на нем очень большое количество цветов кисточками здесь нету вы берете кисточку берете цветок вставляя середину небольшими вращающими движениями собирайте как бы пыльцу середины на край с одной стороны с другой проходите один цветок проходите второй третий и так проходите все один раз прошли надо будет пройти еще второй и третий раз почему потому что не во всех цветах есть полноценная пыльца нестерильная есть часть будет стерильные от которых не завязывается ничего и может быть трех четырех в пяти цветках будет нормально хорошая пыльца эту пыльцу надо будет разнести раз прошлись мы потом второй раз потом третий и так надо проводить где-то в течение четырех дней через каждые четыре дня вы должны опылять растения если у вас несколько сортов вы берете эту кисточку так как она уже с пыльцой чтобы не занести на другие сорта окунаете ее в спирт там течение там я не знаю там 30-40 секунд пыльца в спирте погибает просто сгорает там достали кисточку распушили ее встряхнули 20-30 секунд спирт мгновенно испаряется и опять кисточка у вас полностью стерильная и и можно обрабатывать следующие цветы следующего сорта какие еще факторы факторы это подкормка подкормка если не хватает питательных веществ соответственно будет осыпаться если корневая система если это в горшках вы выращиваете у себя заполняет полностью горшок растение тоже тоже будет сбрасывать цветы еще есть такой фактор как бы я считаю на раз самый основной почему потому что сверхострый перец я уже говорил это многолетнее растение если его его хорошо накормить и он не будет давать вам плоды он будет сбрасывать цветы почему потому что он будет жировать у вас главное не перекармливайте их никогда в жизни лучше лучше не докормить чем перекормить растение себя на себя чувствует вольготно очень хорошо ему ему уютно ему тепло ему светло острый перец так как он имеет очень длинный вегетационный период он светит практически круглый год и полоносит круглый год так что он не знает что скоро наступит осень у вас для него осени нету они растут до 15 лет так что он может час свести через четыре через пять месяцев он может дать плоды если он захочет конечно по прошествии двух с половиной месяцев вот мы уже можем видеть завязи вот они все целая куча вот он цветет перец будет свести круглый год так что мы должны сформировать какое-то определенное количество перца и лишние цветы надо обязательно удалять почему потому что перцы не вызреют мне еще осталось а грубо говоря еще два с половиной месяца это до конца октября я не буду я лучше возьму не два с половиной месяца грубо говоря до конца сентября почему то что бывает заморозки и в общем вы ничего так и не соберете главное не жадничайте не надо некоторые вот цветет ой пускай цветет пускай соберем больше урожай не соберете вы больше урожай вот завязались у нас плоды сейчас посмотрим сколько их тут у нас целая куча теперь вот пошла развилочка вот развилка на трс этой развилки будет еще развилка этой развилки будет еще развилка и здесь будет столько развилок вот на одном кусту можно собрать примеру там до сотни штук это практически у всех сверх острых сортов очень большое количество перца может собрать с одного куста теперь что самое главное у нас завязались а перцы все листочки все что идет ниже развилки вот она все должно удаляться полностью листвы не должно быть почему потому что листья очень большие испарение очень большое 2 испаряется очень быстро и растению не хватает питательных веществ так что все что высшей развилки вот пример вот нас вот завязалась раз два три 4 5 6 6 штук до 6 штук завязалась у нас вот на коронном хотя их можно было убрать это эти цветочки и здесь бы уже висели тут их не знаю но не 6 штук ну штук 15 точно вот курс завязал плоды фуджилоки вот они тут листья столько что просто кошмар вон они бедные даже не могут вылезти вот смотрите вот это вот я обрывал на прошлой неделе здесь был полностью умный ствол вот смотрите за неделю здесь наросло столько что просто крыл их надо все обязательно удалять вот смотрите тут вообще кошмар елки по середине еще убрать листья вот ведь этот в общем буду убирать вот этот день такого не должно быть вот тут я немножко ободрал один видите и смотрите как сразу на интелли россии меня вверх не тоже вниз а и вверх растут так вот это вот надо все убирать обязательно все нижние листья все это удаляется через неделю у вас будет опять не веры они растут такой бешеной скоростью будет невероятное количество листьев и пасынка смотрите видите этого не было это все было все было убрано ведь из каждого с каждой пазухи листка идет по одному по два пасынка вот это все все удалялось ничего этого 5 дней назад не было вот таком состоянии вот таком состоянии все листья удалялись прошла недель приезжаешь это вот это получается я каждую неделю в течение двух дней обрываем пасынки пасынка просто ну неимоверное количество вот смотрите видите вот пошло со свете вот пошло со свете вот 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 тут их в общем мать муще тогда вот этот вот ход все висит как положено вниз видите эти торчат вверх почему за счет листьев листья очень много вот надо их немножко убрать немножко надо будет выдрать их отсюда вот есть бывает даже такие вот пасынки вот прозевал вот такой вот пасынок вот ведь он с цветами там ну они мне не нужны даже если вы примеру хотите вырастить еще такой точно курс или не успели собрать урожай обрываете вот эти вот нижние листочки один листок второй листок третий листок вот эти большие не нужны нам мы оставляем только верхушку от этого и ставим вот такой вот пасыночек ставим воду желательно конечно дождевую воду либо дистиллированную либо если у вас есть скважина но вы даже вода должна быть мягкая мягкая через месяц через полтора здесь появляется корневая система стаканчик должен быть обязательно темного цвета или вообще там обмотать его чем-то и сверху на пробку на наложительной бумажку там или полиэтиленку чтобы ни в коем случае не не поступал свет не попадал в воду сейчас я вам покажу вот у меня есть полтора месяца простоял но я чисто оторвал для того чтобы снять видео показать вам как бы мне не нужен ну сейчас вам покажу его вот такой вот бутылёк обмотанный полиэтилен лежит чтобы не попадал свет сейчас посмотрим что у нас тут за корешки вот такие вот корешки выросли на срез сбоку пришли корешки это один сорт вот второй второго вообще уже невероятные корни надо было давно его посадить это ему где-то около двух месяцев сейчас посадим его тогда пускай растет вот есть сорта сверхострых перцев это 7-под брайн стран и вот посмотрите размер их них листьев это просто я не знаю лопухи целый ароматный ароматных размеров вот их обрываю видите какие испарение у него идет невероятное и надо обязательно часть листьев удалять обязательно если вы этого не сделаете соответственно цветы будут осыпаться почему потому что не хватает питательных веществ все это дело уходит в листья ну как бы честно говоря такой аромат на это самое скопище листьев она не нужно мы листья удаляем до развилки там он развилка правда сама внизу есть вот развилочка вот она вот мы берем этот листочек 1 и вот этот и вот у нас остается развилочка с небольшим количеством листов когда вы обрываете листья будете каждый каждую неделю обрывать их те завязи которые уже как бы они не полноценные это либо стерильные цветы были завязь не появилась эти завязь сразу обсыпятся все завязи которые хорошие которые уже опылились нормально они дадут вам плоды вот сорт сверх острого перца этот сорт называется севин под рене там тоже острота и только не помню до двух миллионов вот такие вот перчики видите тут их приличное количество как бы такой одной причины я не знаю на пол жизни на охоте почему потому что он до такой степени острый просто я как-то попробовал сказал что нет я такой есть не буду там хватит вам на спичном к спичина головочка порошка сыпать миску с борщом я не знаю превратится что такое впечатление как будто вы едите раскаленную лаву там надо вообще как даже не знаю микроны какие-то и борщ превращается живут что-то до такой степени острые чего просто есть невозможно вот такой вот хороший сорт видите цветы 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 как только сформируется определенное количество которое вам нужно все цветочки надо удалять если вас участок очень маленький но вам хочется вырастить разные сорта можно до последних в разных местах но это же опять же это занимает довольно приличное место вы можете взять сорта с разным вегетационным периодом к примеру взять ранее сорта 60 80 дней рядом за него посадить не там практически 15 сантиметров следующий сорт вегетационный период 120 140 дней 3 у вас будет 160 180 дней и можно взять 180 220 дней 220 дней это такие сорта есть в основном с ракота большая часть из них они очень длинный вегетационный период у них есть среди сверхострых сортов тоже там на 1 сортов 10-15 ситуационным периодом больше 200 дней и когда начнется у вас цветение каждый сорт будет свести свое время не переопыляя соседний первый сорт примеру завязалась там 30 40 50 плодов вы цветы удаляете следующий сорт не будет расти рядышком не переопыляя друг друга также можно большинство ракота практически не большинство а практически все ракота можно высаживать с любыми разными сортами они не переопыляют не переопыляется с другими сортами с острых перцев и также не перепыляются между собой вот ракота можно стражать где угодно но только соответственно не с сладким перцем а с острым перцем вы можете сырать любым если на ваш перец напали вредители как ответит отверстие уже кое-где кое-что повредили прошлом году ними конечно попортили здесь прилично нервов и растений с так слушайте что я хочу вам сказать если к примеру попала до полотля на перец или еще слизни к примеру очень сильно вредит ночная бабочка она прогрызает сам перец и откладывать и до яйца это совка бабочка совка ночная и в там же гусеница потом выедает полностью все семена и перец соответственно пропадает если у вас вот получилась такая беда напали на полотля ни в коем случае не обрабатывайте перец веществами у которых есть неприятный острый запах почему потому что если перцы вас уже висят на кусту и вы обрабатываете это вещество попадает на перец и перец впитывает его так как в перце есть капсиоцин это вещество придает перцу аромат необыкновенный вкус и невероятную остроту это вещество смешивается вместе с капсиоцином капсиоцин увеличить в несколько раз этот аромат и в конце концов вы просто-напросто перец выбросите вы не сможете его есть почему потому что запах будет невероятный это честно говоря от брал один биопрепарат или не пока называется такой вонючий и обработал 4 куста честно говоря запах был невероятный когда разрезал перец начал сушить его просто вонь стояла на всю квартиру так что я и сушил его и семена потом с запахом таким были ну в общем предупреждаю сразу ни в коем случае не обрабатывайте с таким нехорошим запахом перца так что при выращивании сверхострых сортов следует учитывать то то здесь очень много подводных камней которые вам придется столкнуться и многие меня задают вопросы например а такой сорт что с ним делать либо с таким либо с таким все зависит от температурных условий освещения подкормок чем вы подкармливаете как бы ну я не могу дать вам точный ответ сказать вот именно вот делайте так и будет сто процентов работать так что тут надо лично самим подбирать всевозможные способы пробовать то пробовать это если у вас осыпается цветы и завязи можете использовать всевозможные стимуляторы для образования завязи такие к примеру как вот я пользуюсь бутон и завязь и пин также можно опрыскивать цирконом и борной кислотой к разным сортам надо пробовать разные стимуляторы если к примеру вас там 8 сортов вы обработали препаратом бутон завязалась там три-четыре сорта остальные не завязались значит этот препарат не подходит этому сорту попробуйте бурную кислоту обработать будет опрыскать бурной кислотой надо использовать испробовать всевозможные разные методы потому что у меня есть хабанера хабанера green вот он растет в одном месте у меня их 10 кустиков там квадратный районе на этом полтора на на два вот такой квадратик растет 10 сортов вот четыре из них уже полностью усыпаны плодами а 6 просто категорически отказывается плодоносить цветы осыпаются завязи осыпаются и вот приходится пробовать разные препараты чтобы активировать можно сказать стимулировать завязь на этих плодах вот вроде бы растут в одном и том же месте 4 плодоносят а те не хотят хотя и удобрение одинаковое полив одинаковый почва одинаковая и высота у них одинаковая вот так вот получается если ваше растение уже перепробовалось возможно стимуляторы все равно отказывается плодоносить все равно осыпаются цветы приходится применять уже крайние меры крайне мером я это холодный полив холодной водичкой создаем экстремальные условия главное создать условия чтобы перца сработал гсинг самовыживание начинаем опрыскивать перец рано утром каждое утро холодной водой и поливаем тоже только холодной водой если будете обрабатывать ежедневно то через неделю через полторы у вас появятся первые завязи либо можно немножко подсушить перец да его подсушили потом поливаете холодной водой опрыскиваете каждое утро это если вы пример выращиваете себя дома проэкспериментировать взять какой-то один кустик и попробуйте конечно поначалу он будет сбрасывать вас все цветы потом от активируется вот у меня кустик такой вот он давно не хотел завязывать плоды осыпалась а все ну вот уже вот после холодного душа вот появились у него вот три перчика вот еще одна даже две завязи вот цветочки вот такие вот этот перчик я активировал таким способом здесь есть еще у меня некоторые сорта который я активирую именно так когда вы приобретаете какой-то сорт перца сверхострого обязательно посмотрите какой вегетационный период у этого сорта почему потому что бывает что перец зацветает начинает опять же сбрасывать цветы сбрасывает завязи все начинают суетиться на самом деле у этого сорта вегетационный период больше двухсот дней он не будет плодоносить до определенного времени только потом через там есть остается ему там 30-40 дней до завершения плодоношения тогда можно только завязать плоды водорадусник на солнце я положил смотрю какая температура что я здесь видно здесь метка 52 градуса и вон он где-то 50 55 градусов она видно будет ну короче зашкалило до 50 такая вот жара перцы просто в шоке просто листья подаворачивались температура просто невозможно невозможно вот здесь интересный сорт это хабанера и варь переводится как слоновая кость цвет слоновой кости интересный сорт тоже довольно острый они вырастают чуть-чуть может быть больше на немножко и вот кремовый цвет такой как слоновая кость я выращиваю очень много перцев среди них 54 сорта хабанера если мне и шоколадный хабанера и золотой хабанера в общем очень-очень много всяких цветов форм очень-очень интересных я когда буду живусь не собирать урожай я покажу вам все полностью сорта какие выращиваю на каждый сорт будет отдельно снято видео как раз ветерок поднимается дождь моросит такая вот сеточка затеняющие это 45 процента через нее ничего не проходит некие насекомые он прикрывается такой вот сеточкой я выращиваю не только перцы также выращиваю более 300 сортов экзотических томатов просто мы свое время как-то не снимали про не было видеокамеры очень много в этом году если все будет нормально снимем все сорта которые в этом году мы выращиваем покажем вам и покажем соответственно все сорта перца на каждый сорт будет снят отдельный видеоролик полностью с обзорами так что если кому-то интересно будет подписывайтесь и вы будете в курсе всех новостей и так я на этом заканчиваю свое видео и если у кого-то есть какие-то вопросы может быть я что-то сказать забыл сказать пожалуйста задавайте вопросы и обязательно вам отвечу поделюсь тем что я знаю я врачу очень очень много разных сортов так что заходите на мой канал подписывайтесь если кому-то понравилось видео ставьте лайки и до новых встреч всем пока пока